Всем привет-привет, девчонки и мальчишки! Только что прибежала с улицы и решила снять для вас видео о фаворитах. Я даже вот не успела переодеться, потому что у меня очень-очень мало времени. Пока мы гуляли по улице, мне пришла в голову замечательная идея снять для вас видео о фаворитах, потому что фавориты реально полезны, я вам сейчас все покажу. Я вам говорила о том, что у меня дочка очень долго болела, она кашляла, в Алма-Ате страшный вирус, в общем, нам ничего не помогало, сопли, кашель, и это был кошмар. В общем, она ночами не спала, я ночами не спала, было очень грустно. И вот, я хотела вам показать ингалятор, который я купила недавно в Алма-Ате в центральной аптеке по Уэзову, это всеми известная аптека, она очень большая. Я приобрела там ингалятор Амрон, вот в таком он идет в чехле, он бесшумный, абсолютно, он не шумит. Во-вторых, он маленький, компактный, он на батарейках, он на батарейках, не надо от сети подключать. Ребенок может лежать, сидеть, можно ехать в машине использовать его, можно брать с собой в путешествие, потому что он очень маленький, очень легкий. Лично мы используем ингалятор таким образом, если дочка моя в хорошем настроении, то я просто включаю ей мультики на планшете и вставлю ингалятор, она спокойно сидит минут 20. А если она не хочет его делать, то во время сна, когда она засыпает, я подставляю под носик ей ингалятор, пар выходит оттуда, она вдыхает его. В общем, она даже не просыпается, потому что работает он бесшумно, и в этом его огромные преимущества. Да, я делала ингаляцию 2 мл физраствора и 2 мл лазалвана. Это для тех, кто кашляет, это мой must-have. Я буду брать его с собой в путешествие, но сами посмотрите, какой он маленький, компактный. К нему вот идет вот такая маска, это для ребенка, она снимается, ну вот чехольчик такой. Есть маска для взрослых, вот. На самом деле у меня в Алмате постоянно аллергия, я не могу понять на что. Я сейчас тоже буду пользоваться ингалятором и буду подготавливать себя к весне, к тополиному пуху и так далее. Я вот рекомендую, если у вас нет ингалятора, то прям побежать туда сейчас и купить его. Потому что, мне кажется, его сейчас либо раскупят, либо уже таких скидок больше не будет. Я говорила недавно в одном из своих видео или писала, да, по-моему, под видео, что я нашла чудо средств от герпеса. Я знаю, сейчас многие скажут, вот он у тебя в крови, тебе нужно сдавать анализы, проверь, пропить какой-то курс, таблеток. На самом деле я все уже проходила давным-давно, все это уже было сделано, но ничего не помогает. Каждый год одно и то же, только я заболеваю, простываю. Если у меня нет температуры, если я через три дня нормальная, то обязательно у меня вылазит герпес. И что я делала? Я обычно покупала себе ацикловир обыкновенный, мазала им. И у меня он проходил там через 10 дней минимум. Затем мне моя знакомая подсказала такой метод очень крутой. Это мазать герпес маслом чайного дерева. Обычное аптечное чайное дерево. Девчонки, это просто находка и мальчишки. Дело в том, что у меня с ацикловиром, еще раз повторюсь, 10 дней стабильный герпес на губе. Если я подловлю его вовремя, да только увижу, что что-то покраснело у меня на губе, значит я начинаю тут же мазать, он у меня может быть раньше пройдет. Но если я немножко запустила, там ночью не помазала, утром проснулась, у меня уже был дырь, все, это 10 дней стабильно. С этим маслом нет, если бы я сразу узнала об этом масле, если бы оно у меня под рукой дома лежало, я бы ночью увидела, что у меня герпес на губе, я ничем не помазала. Утром я проснулась, у меня был волдырь, и где-то через день я только купила масло, потому что мне подсказали его купить. И начала им мазать, вот вы не поверите, 3 дня и у меня прошел герпес. У меня осталась просто болячка, корка, которая уже практически сходила. Честно вам сказать, это масло творит чудеса, я не верила, но я испытала это на себе, и могу вам смело рекомендовать, оно не оставляет ожоги. И теперь это масло я буду брать всегда с собой, и если буду путешествовать, если там еще что-то будет происходить в моей жизни, оно у меня будет всегда в сумочке. Еще я читала, что оказывается при малейших симптомах простуды, если у вас начинается насморк, то можно взять ватную палочку, спонжик, и немножко помазать внутри носа слизистую этим маслом. Кто-то полощет даже им горло, стакан воды. У него, конечно, специфический запах, не каждый он понравится, но мне на самом деле пофиг, если оно меня спасает от герпеса, то я буду мазать хоть с утра до вечера, хоть с ног до головы. Следующее, то, что мы любили в последнее время, это переносной модем Wi-Fi роутер. Я вообще не понимаю, почему многие люди не покупают себе, а просто дома ставят модем, у них дома есть интернет, а потом они выходят на улицу, у них на улице нет интернета. Либо они подключают уже себе мобильный отдельный интернет, еще платят деньги, еще вообще не понимаю. Этот интернет вы можете и дома хранить, и вышла на улицу, взяла его с собой в сумку, бросила, и у тебя постоянно скоростной интернет. Но это, по крайней мере, в моем случае, потому что я пользуюсь интернетом часто, и особенно мы часто летаем, и нам нужен за границей интернет. И мы специально нашли вот такой Wi-Fi роутер, который поддерживает 4G, еще не только 3G, но и 4G, потому что за границей некоторые операторы уже 3G не поддерживают, поддерживают 4G. И вот мы покупаем, даже вот последний раз мы были в Дубай, купили местную симку дубайскую, ставили сюда, и она раздавала нам никаких модемов большое количество. Я просто хочу, чтобы вы обратили внимание на вот такого рода переносные Wi-Fi роутеры. Неважно, какой они будут фирмы, просто обратите внимание. Ну и, конечно же, моим неизменным фаворитом в последнее время является iPhone 6 Plus, который я купила себе сама давным-давно. То есть я его давным-давно заказала из Америки, он только недавно прибыл в Алмату, пользуюсь ему где-то уже 2 недели. Я в восторге. Вот все знаете, что у меня раньше был четвертый iPhone, даже не 4S или 4S у меня был. Я уже не знаю, у меня не было пятого, у меня не было 5S iPhone, и я думала, что если все-таки 6S выйдет большой, то я обязательно куплю себе 6 Plus. И ни капельки не жалею, и сейчас многие из вас подумают, почему Plus, он же неудобный, он же большой. Я хочу сказать обратно, что 6 Plus, он очень удобный. Вы просто положение руки будете по-другому уже ставить, пальцы вот сюда немножко сдвигать, и тогда ваш большой палец будет доставать везде. Главное просто желание, знаете, потому что многие спрашивают, как ты большим пальцем печатаешь. Обыкновенно я печатаю. Мои друзья все накупали себе 6-е iPhone маленькие, и все смотрят сейчас на 6 Plus на мой и говорят, блин, ну он действительно лучше, он действительно классный, он большой. Может купить себе 6 Plus теперь, зачем тогда надо было тратить деньги на маленький? Я знаю 100%, что все люди, которые купили себе маленький iPhone 6 новый, тот обязательно побежит сейчас 7-й и выйдет большой, потому что я думаю, 7-й точно не выпустит маленький. Сразу побегут себе его 7-й покупать. Но это же смешно, каждые полгода выходят телефоны, каждые полгода покупать себе новый. У вас откуда такие деньги? Я себе не могла купить новый телефон 2 года, 2,5 года я ходила с четвертым телефоном. И вот наконец-то я, когда вышла большая модель, я все-таки решила, потому что, извините меня, я постоянно пользуюсь камерой, я блогер, да, мне нужно что-то снять. Мне нужно, чтобы у меня телефон быстро работал. Если его таким образом вот перевернуть, он уже будет как планшет. Вот, вообще кайф. Так что я люблю его, люблю. Там у меня Silver, мне нравится именно Silver, у меня 64 гигабайта. Ну все, ребята, буду заканчивать. Еще я знаю, у вас миллион вопросов ко мне есть насчет моих бровей, почему они у меня стали шире и чем я сейчас их оформляю. Немножко по-другому я их оформляю. Я покажу об этом в каком-нибудь отдельном видео, потому что мне сейчас как-то не в тему будет. Во-первых, я брови сейчас свои отращиваю, вот я уже их не подстригаю, да, вот я раньше их прям безжалостно подстригала и выщипывала, и не выщипываю сейчас. И они у меня реально сейчас отрастают, я их даже немного подкрашиваю. В общем, мне нравится то, что сейчас происходит с моими бровями, они стали шире, я стала из-за этого выглядеть моложе. Поэтому я еще немного подожду и сниму уже потом отдельное видео о новых бровях. Если у вас есть какие-то вопросы ко мне, обязательно задавайте их под видео. Вот, надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была Женя Гейн. Пока-пока!